приветствую дорогие друзья сегодня ну вчера мы вчера я приехал сюда в минск непосредственно для встречи с анатолий эдуардовичем чтобы задать вопросы вчера мы это снимали и сегодня я бы сказал такая удача у нас сегодня здесь в гостях не у нас а у анатолий эдуардович а человек который является последователем аль шулера по теории решения изобретательских задач и я бы попросил сейчас анатолий дарыча чтобы он представил этого человека да и мы сегодня проведем вот такую беседу в дружеской обстановке и вообще побеседуем на тему струнного транспорта да сегодня у нас в гостях михаил орлов это мой старый друг мы знакомы уже больше 20 лет он живет сейчас германии в берлине он дважды доктор технических наук и он развивает теорию решения изобретательских задач и продвинуться в этом далеко вперед дальше чем аль шулю так скажем потому что есть у него свои специфические еще там особенности которые развивают эту теорию я тоже использую эту теорию но я пришел не сам а а михаил учит как изобретать да и он написал много книг в этой области и в том числе анализирует в этих книгах с точки зрения триза теорию решения изобретательских задач как вот я пришел к идее струнного транспорта и космического транспорта общепланетно-транспортного средства и это тоже помогает нам в работе потому что вот его видение того как мы решили вот я решил изобретательской задачи как бы дает мне уверенность что я все сделал правильно и это дает уверенности нашим акционерам потому что не все верят техническую состоятельность проекта я думаю об этом скажет михаил с удовольствием во первых я рад вас всех приветствовать накануне такого выдающегося праздника дня победы я приехал в минск именно побывать в своем родном городе в эти дни и очень рад что смог увидеть тебя здесь и коллегу здесь вот и ответить на ваши вопросы ну или вот прокомментировать как-то мое мнение струнных скажем так вообще в системах струнной технологии у меня опубликовано в россии за последние восемь лет пять книг 5 монографии там целая монография ну фактически они все да один это справочников четырех в каждой книге есть струнные системы в каждой книге дальше книги мои переведенные вышли в сша в нью-йорке две книги в нескольких изданиях юницкий струнные системы обязательно в каждой книге дальше просто потому что мы дружим нет нет ну разумеется это я отдельно сейчас скажу книги вышли в германии и в китае вот частично я в корее показывал все это вот что действительно важно я рассматриваю такие или такое вот изобретение анатолия эдуардовича как абсолютно уникальное единственное в своей возможности так техническое решение для особенных транспортных систем высоко скоростных так высочайшей степени безопасных очень экономически разумных экологически рациональных то есть здесь сходится очень много выдающихся я бы даже сказал социальных позитивных идей я не буду касаться деталей технических но скажу что с точки зрения теории решения изобретательских задач вот ключевые модели которые лежат в концепции сначала будем говорить о наземных транспортных системах они действительно с одной стороны просты с другой стороны уникальны в сочетании и очень эффективны вот смотрите мы все бегаем по земле ну условно 2d в плоскости так хотя системы монорельсовые другие поднятые над землей были известны но там начинаются другие проблемы другие вес надежность до деформации и так далее струнная система создает уникальную единственную такую техническую нишу которую повторить нельзя вот она достигла определенного гига пределах техники пик технического вот такого развития удивительное явление и техническое преимущество вот этих систем становится радикальным очень явно отрывающимся от других систем маглев к сожалению опоздал родиться вот к сожалению хотя и китай и германия мы даже не будем это сейчас обсуждать и проблемы безопасности проблемы ровности пути проблемы появления на вообще на путевой структуре малейшего камешка не говоря уже кирпичи я хотел сказать не говоря снеге или наледи это ну пока не устранимо и это никак не по тризг гонять перед допустим скоростным транспортом еще чистящую систему это просто не по тризг это неправильно это невозможно вот поэтому с точки зрения тризг вот активные креативные концепции вот это очень важно космический транспорт я сейчас не буду трогать но когда я смотрю что маг миллиардер маг пытается построить там значит такую дугу летающую между сан-франциско и лос-анджелесом конечно это все интересно вакуумная труба прекрасно но мы на на струнную систему вакуум тоже можем поставить и конечно надо и она будет летать с известной скоростью так но это все будет стоить поэтому всякий транспорт должен иметь свою нишу нормальную нишу это та ниша которую мы можем занять вот в этом нашем творческом и сегодня можем говорить бизнес-содружестве она ниша огромная огромная перспектива вот это вот что касается креативного контента эффективности безопасности здесь все это присутствует ну вот это пока вот в этой части михаил александрович да а как давно вообще знакомы вот с разработкой со самим струнным транспортом да и вот такой еще вопрос когда вы начали вот в этом разбираться не было ли у вас каких-то противоречий да там в технических решениях и что повлекло четкое понимание того что этот проект полностью реализуем с технической стороны смотрите во первых здесь один очень важный момент каждый из нас работает в своей профессиональной сфере если я рассматриваю расчеты и модели которые делались здесь и делались еще в такое время когда о скажем коммерциализации и речи быть не могло мы жили все советской структуре мы делали это на благо общества на благо скажем так цивилизации громко выражаясь мы делали это потому что мы как инженеры как специалисты шли к какому-то новому совершенству шли к новым техническим достижениям которые переходят на социальную сферу так позволяют объединить и регионы и народы и создать новые экологические концепции ведь вот нельзя забывать это что дальше мы все вынуждены были где-то уже после 90-х начать это дело рассматривать как наш бизнес что тоже нормально так вот то надо не забывать что мы начинали с чистых инженерных решений чистых инженерных концепций и там придраться не к чему хотя и те времена говорят были спекулянты но это не нам не к нам мы не знаем мы работаем и создаем то что вот мы уже создали я хочу сказать анатолий эдуардович я творит собственно только так специалист по системному анализу я просто изучаю популяризацию поля это уже отдельно до самое главное системный анализ системном анализе относительно изобретений вот анатолий эдуардович у меня противоречий нет и не было я их видел изнутри эти технические решения инженерные решения покажите мне систему в которой не надо так инженерное решение совершенствовать причем совершенствовать постоянно есть жизненный цикл любой системы раз второе в новых поколениях этих же систем два и в нахождении новых еще каких-то решений это уже три это потом но сначала надо все это реализовать поставить и дальше совершенствовать совершенствовать будут будут всегда какие-то нюансы но концепция настолько сильные что вообще сомнений в ее эффективности в реализуемости их нет а остальные сомнения это финансовые сомнения финансы нужны потому и инвестиции сомнения это дело времени без наличия денег и финансы естественно не сделать сегодня это понятно сегодня это так а технически уже за столько лет проработки макетирования в этом экспериментальной участке которые были здесь вообще вопроса нет вопроса нет а то что есть трудности ну скажем public relations прочее это классика это классика это сложности восхождения в практику решений которые новые причем не просто новые принципиально новые мало того они попадают сразу в конкуренцию так с очень мощным традиционным уже отработано что ли поле колоссальная индустрия попробуйте конкурировать и он все равно движется и и дойдет очень важно сделает михаил александрович да еще такой вопрос как вы думаете при нашей успешной реализации на сколько лет вообще вот эта технология придет в мир коллеги это вопрос главному конструктору во первых ваше ваше видение я не вижу препятствий каких-то в течение там месяц и годы это не двадцать лет и не пятьдесят лет это должно быть не может на сколько спрашивать на сколько придет железо дороги уже на сколько да то что железо дороги сто процентов а в этом смысле 110 лет ну вы крепкий парень и сидите крепко навсегда ответ понятен да с точки зрения техники отвечать с точки зрения тех нет еще лучше с точки зрения эволюции технических систем вот это решение на очень большую перспективу на необозримую на сотни лет альтернативы то нет ведь если мы берем железнодорожный транспорт с точки зрения законов физики они же и через сто лет будут законами физики естественно и физики и потребностей социальных организационных региональных так транспортных транспорт интернет есть но транспорт никто не отменил так поэтому речь идет о ниши которая сегодня занимается тяжелым железнодорожным транспортом возможно что он частично где-то и останется ради бога пусть он будет ведь в потриз опять таки потриз очень четко есть концепт это сосуществование альтернативных систем но сегодня смотрите у вас бегают атомные ледоколы и бегают парусники правильно они есть есть то есть много чего такого отсутствует есть лошади да есть прекрасно точно так же здесь вопрос в том какую область покроют вот такого сорта линии железная дорога в принципе не может покрыть такие территории связать по всем причинам которые известны нам в отличие от струнных систем струнные системы не имеют ограничений никаких вообще никаких там принципиально а никаких то есть это как интернет вот интернет когда-то тоже может смеялись в церкви сделали не так давно лет 25-30 назад его не знали это интернет то же самое здесь происходит сегодня пока железные дороги да ну замечательно пусть они будут пусть они возят там транспорт там да тяжелые какие то вещи ради бога и то это вопрос еще баланса вот среднемагистральные самолеты а зачем они нужны ну это мое мнение может я хотя это мнение связано конечно с оценкой вот с анализом таким поэтому струнные системы первое на необозримую перспективу в эволюционном плане они обязательны они придут это естественное развитие систем ну скажем так с колесной парой назовем рельс и колесо то есть эта пара как ни странно вот получила абсолютное новое понимание новое ну что ли перспективу жить это замечательно это удивительно что вот в рабочем органе вот в этом так сосредоточивается все преимущества этой системы у меня в книге все это написано особенно в последней маленькой вот там это есть так что это тот случай где мы имеем плюс 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 кстати не все знают что поэтому я хочу это сказать что по эффективности колесо станок колесо и стальной рельс эффективнее магнитной подушкой это не все знают вот вам специалист говорит я даже могу цифры назвать сделали транспорт пидсимис да ну да они не говорят о коэценке полезного действия с амбука если ты учесть все потери начиная от электростанции и кончая магнитной подушкой и линейно это двигателем когда вот такой зазор там столько поди и потери коэцен полезно действовать это 15 процентов энергетически но тоже неплохо а тебе смотрите колесо станок станок колесо имеет кпд 99,9 процентов просто невероятно почему потому что килограммом усилия можно тонну двигать катить да ну в общем да а разница давайте возьмем разницу если от 100 процентов отнять 15 процентов получается 85 ну да а если от 100 отнять 99 и 9 десятых будет одна десятая если мы 85 разделим на 0 десятую разница будет 850 раз то есть стальное колесо эффективнее магнитной подушки сотни раз никогда говорят что будущее светлое будущее за магнитной подушкой за магнитопланами за экранопланами там и как-то налетами это это не так они менее эффективна системы что такое экраноплан тоже подушка только она воздушная все у меня во всех книгах описаны экранопланы и другие системы подушка воздушная она еще менее эффективна чем магнитная подушка экранопланы совсем не для этого они в другом месте другое назначение великолепная техника Но она не может конкурировать с этим Поэтому очень интересно Я помню эти цифры Довольно интересное сравнение И я присоединяюсь к этим оценкам Они корректны, все здесь нормально Я ответил на ваш вопрос Ответили, благодарю У меня еще такой один вопрос Вчера мы затрагивали тему псевдоспециалистов Объясню С Анатолием Эдуардовичем Сейчас в интернете очень много Всяких комментариев, отзывов Что это нереально, что это все как-то Юнистские знают физики седьмого класса Надержали веревочку дома И понял бы что-то полное Да, попробуйте вот так, да это не получится Да тут взлетит, да тут улетит Вот вопрос-то мой в чем Вот спрашиваю вас как специалиста Могут ли наши акционеры Партнеры и те люди, которые Сейчас смотрят на эту технологию Чтобы стать акционером Те люди, которые Приобретают уверенность в этом Быть вообще спокойны За ее техническую реализацию Ну хорошо, вопрос ваш Понятен, так Я думаю, что акционерам Вообще вот очень Я думаю, что акционеры, приходящие сюда Это люди все-таки Интересующиеся новинками, инновациями Увлекающиеся, увлеченные Вот Я думаю, что для всех Акционеров было бы интересно Все-таки Я сейчас не готов назвать, какие именно Но почитать историю некоторых Выдающихся мировых инноваций Там же люди тоже инвестировали Они приходили И, ну скажем так, рисковали Вот Я думаю, во-первых, я на это ответил уже Да Потому что то, что я рассказал О том, вот Что я вижу внутри этой системы То есть еще раз С технической состоятельностью Безупречностью А состоятельности вообще не Нет, технической состоятельности Даже не серьезно С технической Как раз критики говорят, что Не состоятельно технической Коллеги, вот тут есть одна тонкость Мы И вы Я не знаю, как вы Я давно уже не обращаю Внимания на тролли Их сколько угодно Понимаете В интернете По очень разным мотивам Люди начинают троллить Все, что угодно Если мы с вами будем об этом говорить То мне жалко моего времени И вашего после этого Если мы говорим об акционерах Просто нормальных, серьезных людях Которые вкладываются Которые хотят заработать То Я могу только сказать Я 20 лет 20 лет Работаю, как бы здесь присутствую Интересуюсь, наблюдаю Да, мне тоже писали Но я ответил всем Но мне писали специалисты Они пытались как-то это Осмыслить Сравнить Больше мне уже не пишут Я все написал Сказал коллеги Почитайте, посчитайте Посмотрите, что написано Сравните Поэтому я считаю Что здесь и речи быть не может О технических каких-то Ну простите, что я так скажу Мыльных пузырях Или еще это абсурд Это нормальная Контрпропаганда Какая-то Вот такая Нехорошая То есть Этого тоже нельзя исключать Нельзя исключать Что такая может быть Какая-то Встречная Нечистоплотная Борьба против Конкуренции Конкуренции Недобросовестная конкуренция Да Недобросовестная конкуренция А ее полно И на своей практике Я тоже знаю хорошо Я не думаю, что стоит больше Уделять внимание этому вопросу Просто это не нужно Работать надо И строить И построить Не сомневаясь Благодарю вас за ответ Спасибо и вам